Рубцовчане вновь обнаружили свалку опасных медицинских отходов. Как сообщает Политсибру, мешки нашли в одном из складов города. Оказалось, что это те же отходы, что находили и летом. Прямо в черте города использованы шприцы, медицинские перчатки, катетеры и бинты. Хозяин одного из складов рассказал журналистам, что объект арендовал местный предприниматель. Что сюда завезли, люди не видели, все было упаковано в пакеты. Через два месяца пошел запах, вскрыли и ужаснулись. А после того, как потребовали убрать, мешки просто перевезли в соседние гаражи. Журналистам удалось обнаружить местонахождение. Полагают, что опасные отходы будут разлагаться с наступлением тепла быстрее. Мошенники выдают себя за алтайских спасателей, требуют деньги и подарки, чтобы откупиться от проверок. Жертвами порой становятся обычные граждане. Выдавая себя за сотрудников государственного ведомства, мошенники предлагают осмотреть состояние печного отопления, электропроводки на неисправность, а после установить в доме автономные дымовые пожарные завещатели за деньги. Управление МЧС по краю платных услуг не оказывает. При проведении любых проверок или профилактических мероприятий сотрудники ведомства должны быть в форме и обязательно предъявлять служебное удостоверение. Портал Толк решил напомнить, как будут отдыхать жители края на этой неделе и в целом весной. В связи с празднованием Международного женского дня рабочая неделя будет четырехдневной, а предпраздничный день 7 марта сокращенным на час. Россиян ждет три выходных дня, а в понедельник, не забываем, начнется новая рабочая неделя. Следующие продолжительные выходные наступят в мае. Благодаря переносам, в том числе с 23 февраля, отдых для россиян продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 включительно. Сердце из лепестков роз выложил заринский парень для своей любимой. Необыкновенное предложение руки и сердца своей возлюбленной молодой человек решил сделать так. Он выложил огромный символ любви на снегу из лепестков роз и украсил его свечами. 15 машин освещали романтическую композицию фарами, а девушку вывели на улицу с завязанными глазами. Когда она оказалась в центре сердца, парень открыл глаза и предложил стать его женой. Что она ответила на страницах московского комсомольца на Алтае.